Одесские борцы с наливайками констатируют, несмотря на то, что общество устало от пьяных в своих дворах и драк возле пунктов незаконной торговли спиртным, ни милиция, ни городские службы не хотят бороться с этим злом. Более того, они крайне заинтересованы в том, чтобы будки-наливайки существовали как источник постоянного теневого дохода. О своем видении этой проблемы рассказали журналистам представители общественной организации Центра защиты Одесситов. За время своей работы общественники с помощью неравнодушных одесситов сумели создать интерактивную карту, на которой помечены многочисленные точки нелегальной торговли спиртным. Всего 88 наливайок. Обратились с этой информацией в милицию и городское управление развития потребительского рынка. Чиновники дали формальный ответ, а силовики информации воспользовались по-своему. К нам периодически обращались предприниматели, к которым приходили сотрудники милиции и просили денег от имени Центра защиты Одесситов за то, чтобы убрать их с карты. Если же милиционеры и выходили на рейды вместе с общественниками, то обычно получалась примерно следующая картина. С чиновниками было еще интереснее, когда общественники все-таки встретились с работниками профильного управления и обсудили эту проблему. Причем порайонно. Ответы представителей контролирующих органов, борцов с наливайками просто повергли в шок. Начальники этих отделов знают хозяев таких будок не то, что по фамилиям, они их по именам знают. То есть разговор проходил в таком формате, а Маша, ну да, конечно, она там торговала водкой, но сейчас мы с ней поговорили, она перестала. Объясните, а что значит поговорила, а что было до этого, а что значит пообещала, а перестала, кто проверит. Я не вижу, как это связывается со вчерашним отчетом нашего городского главы, который объявил в городе борьбу с наливайками. То есть либо его подчиненные его игнорируют, либо что-то нам не договаривают. Простым людям, которые не хотят видеть наливайки в своих дворах, Центр защиты одесситов предлагает в буквальном смысле не слазить с милицией и чиновников. Необходимо писать заявление участковому, в райотдел, в прокуратуру, в районной администрации. Желательно как можно больше подписей недовольных людей. Только так официальных борцов с наливайками можно заставить работать. А чиновникам и милиции советуют такие обращения не игнорировать. Люди просто говорят о том, что они готовы сносить это сами. Сносить, сжигать, ломать, потому что по закону у них не получается. Простые люди не могут обратиться в милицию, их не слышат, их отговаривают подавать заявление. Центр защиты одесситов надеется, что новое руководство одесской милиции все-таки заставит своих подчиненных работать на горожан. Потому что пока, несмотря на все усилия общественников, точки продолжают плодиться, как грибы после дождя. Анатолий Косин, Евгений Войтенко, телекомпания Круг.